На человека действует только одно – страх. Это видное высказывание принадлежит Уильяму Каттингу по прозвищу Билл Мясник, персонаж фильма «Банды Нью-Йорка», вышедшего на экраны в 2002 году, и сыграл эту роль Дэниел Дэй Льюис. У фильма невероятно сложная и долгая предыстория съемок, когда от проекта одна за другой отказывались крупные студии. Скорсезе не находил общего языка со студийными заседателями, которые никак не могли рассмотреть в этом сценарии и задумке Мартина годную идею. А еще говорят у этих боссов Ньюх на годные проекты. Но не в случае с бандами Нью-Йорка. Тогда Ньюх с заложенным носом подвел, и в дело вмешалась студия Миромакс, у которой было все в порядке. С Ньюхом и они верили в Скорсезе, правда деньги скребли всем миром с привлечением спонсоров, продаж прав на показ под проценты, а Ди Каприо и Скорсезе основательно так урезали свой гонорар. Есть источник, утверждающий, что Скорсезе вообще отказался от гонорара и работал во имя киноискусства, получая лишь бесплатный обед с бонусными конфетами и пряниками и одобрение боссов-провинциалов из Миромакс, которые вбухали в проект все свои деньги. Роль Билла Мясника должен был сыграть кореш Скорсезе и его верный спутник во многих киноэпиках Роберт Де Ниро. Ну как должен? Ничего он, конечно, не должен был, но был фаворитом номер один. Но из-за постоянных переносов и чехарды с графиком съемок Роберт отказался и снимался в картине «Медвежатник» вместе с Эдвардом Нортоном и Марлоном Брандо. Для Скорсезе и кинематографа это была потеря, ведь режиссер лишился актера, которого понимал с полувзгляда, а вместе с тем зрители лишились экранного противостояния настоящего и будущего Де Ниро и Ди Каприо. Мартин предложил роль Мясника Тому Хэнксу. Тот вроде как и заинтересовался, но вынужденно отказался, и все из-за тех же постоянных переносов съемок. По неназванным загадочным причинам также не получилось договориться с Вильямом Дефо. И вот только тогда на горизонте объявился Дей Льюис. Это был выбор Скорсезе. Ранее он работал с ним в картине 93-го года выпуска «Эпоха невиновности», где Дэниел сыграл главную роль Ньюланда Арчера. Дей Льюис известен своей въедливостью и особым вживанием в кинообраз. И роль он выбирает тщательно, где основным является не количество сыгранных ролей, а качество. До «Банк Нью-Йорка» он снялся в фильме «Боксер» 97-го года и после несколько лет не снимался, оставив кинематограф. Так сказать, ждал для возвращения годноту и толковый сценарий. И он таки дождался. Дей Льюис начинал подготовку к роли с посещения мясной лавки. Казалось бы, что можно подчеркнуть для образа, зависнув в отделе среди сосисок и сарделек. Но Дэниел что-то такое знает. Да, оказывается, сардельки также могут вдохновлять. Позже актер расширил сферу вдохновляющей подготовки и пару недель работал в мясной лавке, где научился потрошить и разделывать говяжьи и свиные туши. Сколько получал за работу? Но нисколько. Это же все ради актерского вдохновения. Его за деньги не купишь. Также актер тренировал особый акцент каттинга. Тут вот какая интереснейшая история. На съемках был некий Тим Монич, который был тренером по диалекту и акценту актеров фильма. Да, вот представьте себе, есть такая вот должность. Так вот, Монич специально для Дэниела изучал и массово поставлял для него стихи, баллады, газетные статьи середины 19 века. Так, Дэль Юис тренировал акцент, а Монич был его экзаменатором. Также Дэниел изучал криминальные хроники тех лет. И в частности, книгу, написанную комиссаром полиции Нью-Йорка 19 века выпуска, которая называлась «Словарь или лексикон разбойника». Да, Льюис штудировал ругательные фразочки и прочие грязные выражения, столь необходимые его персонажу. Также он ознакомился с историей прототипа своего героя – Вильяма Пула по прозвищу Билл Мясник. Крутой был мужик, которого называли не иначе, как первым гангстером Америки. Дэль Юис не ограничился разделкой тушек и нанял двух артистов цирка в Ирландии, которые учили его метать ножи. Занятия длились несколько недель. Результат вы видели в фильме. Над прической Дэниела работала группа гримеров, во главе с Лаурой Барзелли, у которой фантазия била ключом, подогреваемая идеями Скорсезе. Лаура изгалялась над головой Льюиса, никаких париков не было, все натурально. Волосы актера постоянно чем-то смазывали, придавая нужную форму. И все это настолько надоело Дэниелу, что сразу после окончания съемок он побрился на лысо. Вот так вот долой сальные патлы и опостылевший причесон мясника. Особое место занимали костюмы мясника. Скорсезе захотел видеть версию гангстера-модника, такой себе Дэнди 19 века. Эту непростую задачу решала художник по костюмам Сэнди Пауэлл. Она перепробовала разные версии и подходы к созданию костюмов. Да-да, вы не ослышались, никаких пиджачков из пыльных чуланов студии не доставляли. Для Дэй Льюиса все без исключения костюмы были пошиты. Пытливый взгляд киномана мог заметить, как костюмы сидят на Дэниеле, словно обтягивая его. Но если вы подумали, что у них кончились нитки, ткани, иголки, вовсе нет. Сэнди решила сделать костюмы тесными, чтобы подчеркнуть худощавость и стройность актера. Такая вот оригинальная идея Скорсезе очень даже понравилась, и он ее одобрил. Так, Дэниел стал модным гангстером, получив авторские костюмы, которые доставляли ему на съемках дискомфорт. Тоговато приходилось в модных, но тесных шмотках. Венчал образ Билла стеклянный глаз. И вот что они придумали. Нет, это не линзы и не работа графиков с монтажными фокусами, а специальный протез, которому пришлось приспосабливаться. Так, в памятной сцене, когда мясник стучал ножом по глазу, Льюис действительно стучал по этому протезу. При этом так надрессировал свой глаз, что даже не моргнул. Я вижу насквозь. Так, по одной легенде, Скорсезе и Ди Каприо после съемок решили трапезничать и отправились в ресторан, пригласив Дэниела. А он, как известно, из образа не выходит, и в ресторане он дико напугал официантку. Она чуть под носом в него не запустила и отказалась обслуживать столик со звездами. Но что интересно, Скорсезе и Ди Каприо в своих интервью рассказывали эту историю. То есть это не выдумка, а быль. Но не будут же они оба врать нам. Сам Дэй Льюис в интервью составил и озвучил характеристику своего персонажа. Ярый патриот, жуткий расист, физически сильный и выносливый, хороший боец, с задатками сильного лидера и с железным характером, твердой убежденностью, что он всегда прав. Хитрый, смышленый, не лишенный чувства юмора, убийца, подлец и лидер по жизни, великолепный оратор. Хороший такой наборчик и, в общем-то, очень точный по отношению к персонажу. В одной из сцен мясник говорит о том, что ему 47 лет, тогда как Дэй Льюису во время съемок было 42 года. Основные съемки фильма прошли в Италии, в Риме. Там на студии были созданы масштабные декорации, в том числе этих самых пяти улиц Нью-Йорка. Почему вдруг решили снимать в Италии? Ну а потому что дешевле там обошлось создание всех этих масштабных декораций. Причем не только наружные декорации зданий, но и внутренние помещения создавались в Италии. Работы длились более пяти месяцев. На тот момент это были одни из самых грандиозных декораций, созданных для съемок фильма в Европе. Предприимчивые римские боссы студии крутанулись и после окончания съемок водили экскурсии по местам славы Билла Мясника, демонстрируя декорации всем желающим. Впервые в кадре Каттинг предстал во время битвы между его бандой, коренных и ирландских эмигрантов, мертвых кроликов, предводителем которых был священник, герой Леама Ниссона. Скорсезе снимал Дей Льюиса на приближении камеры, когда камера поэтапно выхватывала жующего и уверенного в себе Билла. Вот смотрите, этот парень крут и один внешний вид способен вгонять оппонента в страх и в сугробы заснеженных окрестностей пяти улиц. Снег, кстати, был искусственный. А вот пламенная речь Билла настоящая и убедительная. Да, Каттинг – матерый оратор и мотиватор разъяренной толпы. И да, он ненавидит иностранцев. Рожденным здесь американцам! Или же вонючим иностранцам! Два дня Скорсезе снимал бойню с мертвыми кроликами, многие из которых по сюжету действительно стали мертвыми. Мартин снимал грязную, отталкивающую уличную драку, где царит ненависть и безумие. И действует лишь одно правило – никаких правил. Дэй Льюис был в ударе. И да, это была основная и единственная версия, что убьет он священника так подло и жестоко добьет его на глазах у сына. Дэй Льюис в кадре оформлял нужные эмоции, разнообразие гнев и триумф победителя, хозяина пяти улиц. В те времена толерантность и прочая лицемерная требуха не застилала сценарии и сюжеты фильмов. И потому Скорсезе без ограничений мог снимать расистские выпады Каттинга и его людей по отношению к чернокожим и ирландцам. Взаимоотношения Билла с лицемерными и коррумпированными политиками Скорсезе демонстрировал в сцене общения с Вильямом Твидом, героем Джима Бродбента. Дэй Льюис придумал ухмылку и фразу про ненавистных ему иммигрантов. Если бы у меня было оружие, мистер Твид, я бы убивал иммигрантов до того, как они спустятся на землю. А Скорсезе придумал демонстрацию власти пяти улиц на примере пальцев рук Дэй Льюиса. Венчал фрагмент указательный палец, метка, направленный в сторону собеседника. Так и получился тот памятный эпизод с крупным планом Дэниела, годного для массы мемов. Получается кулак. И в любой момент я могу нанести удар. У каждой карточной игры есть свои правила. Ну а за столом, где играет Билл Мясник, есть его, особые правила. Хватаясь за нож, Дэй Льюис демонстрировал гнев и сочувствие, переключаясь практически мгновенно. Пожалуйста, не нужно шуметь, Харви. Во время встречи в кабаке с героем Ди Каприо, Амстердамом Валаном, в одной из версий, Дэй Льюис подходил в упор к нему, пристально рассматривал и говорил, «Где я мог видеть тебя, паренек?». Но от этой задумки отказались, потому что Мясник не должен был гадать и как-то сомневаться. Скорсезе принимает решение снимать обход владений Мясника в грязище, которое было много и которое основательно пачкало обувку и модные штаны криминального авторитета 19 века. Ди Каприо также измазался в грязюке, но у него-то был куда менее яркий костюмчик и в нескольких экземплярах, а у Дэниела эксклюзив. И потому последующие дубли оператор Михаэль Бальхаус снимал планы, куда не попадали ноги Дэй Льюиса. Дэниел настолько плотно залез в образ криминального хозяина Нью-Йорка, что не вылазил из него даже на парковке. У него состоялось несколько конфликтов с потасовками, с римскими парковщиками. Об этом даже написали местные газеты. Короче, Мясник навел шороха везде, и в 19 веке, и в современном Риме. Давал нагоняй обнаглевшим парковщикам. Камерон Диас, сыгравшая Дженни, ловкие руки, обвору и не заметишь. В первоначальном варианте сценария у нее состоялся продолжительный разговор с Мясником еще в начале фильма. А герой Ди Каприо подслушивал разговор в кабаке. Но от этой идеи отказались, чтобы сохранить интригу в отношениях Мясника и Дженни. Камерон Диас называла игру Дэй Льюиса исключительной и маниакально заразительной. И подтверждала тот факт, что Дэниел вообще не выходил из образа даже за пределами съемочной площадки. Импровизация от Льюиса, как вежливо не целовать руку даме из высшего общества. В оригинале он брезгливо проходил мимо выставленной руки. Здравствуйте. Пахнет вроде апельсина. Мясник извергал много мерзких гадостей в адрес Ирландии и ее граждан. Что интересно, у самого Дэй Льюиса ирландское гражданство. Там родился его отец, в Ирландии у Дэй Льюиса дом, где он проживает. Господь решил отдохнуть. Присел на краешки Англии, чтобы сходить по-большому. Так появилась Ирландия. Курительная трубка мясника была создана по индивидуальному заказу специально для съемок фильма. В сцене повешения бедолаг Дэй Льюис также разнообразил реплики, добавляя в текст откровенной чернухи. А Скорсезе одобрил все эти годные импровизации актера. Совместные сцены и диалоги с героем Джима Бродбенда, хитрожопым и продажным политиканом были признаны лучшими в фильме по части годной иронии и зашкаливающего лицемерия. А ведь в оригинале этих сцен и убойных фразочек было гораздо больше. Но при монтаже, ввиду сокращения продолжительности фильма, многое вырезали. Да, оригинальная версия «Банк Нью-Йорка» длилась 3 часа 45 минут. В сцене нападения и ранения Билла Дэй Льюис также был в огне. Громко кричал, сорвал голос, а также практиковал гнев и импровизировал, опробовав бутафорскую кровь катинга на вкус. Я хочу услышать твое признание, ублюдочный ирландский придурок! Кто тебя послал? Орги и мясника занимали видное место в сценарии, где Билл был секс-гигантом, частенько предаваясь страсти с тремя и даже более дамочками. Но Скорсезе сократил постельные приключения катинга, сохранив лишь часть финальных утех любвеобильного босса, а также беседы с пьяными посиделками в кругу любовных жриц мясника. Сюда же и перенесли встречу и общение катинга с благодарной Дженни. Такая вот умилительная сцена. В оригинальной версии проникновенных откровений Билла и Амстердама рядом в постели не было Дженни. Сыгравший Джонни, актер Генри Томас рассказывал, как он действительно испугался в их совместной сцене с Дэй Льюисом, когда тот был в ярости и с ножом он хватал его хваткой бульдога и так громко орал. В адреналиновой сцене метания ножей за кадром работали профи. Был ряд склеек кадра и монтажных фокусов, так что Диас ничуть не пострадала. Хотя и сам Дэй Льюис ничем не уступал профи. Хвала тренировкам и вживанию в образ. В эпизоде истязания туши разоблаченного Амстердама Дэй Льюис снова был в ударе. Орал так, что тряслись лампы освещения. А еще со Скорсезе они придумали фирменные удары мясника. Кто-то бьет рукой, кто-то ногой. А Билл использует свою стальную потлатую голову, нанося максимальный ущерб оппоненту. Мартин хотел, чтобы это выглядело жестоко и отвратительно. И он добился этого в кадре, Дэниел не подкачал. Разговор с продажным полицейским Джеком по прозвищу Счастливчик был насыщен острыми фразочками. Но одна все же была особенной. Та, которая стала находкой для массы мемов и использовалась в случаях, когда собеседник несет пургу. Да, та самая культовая фразочка, которая вместо в золотом цитатнике кинематографа. Да что ты, черт побери, такое несешь? Те, кто смотрел фильм в премьерный год, конечно же, запомнили харизматичный голос мясника, который принадлежит актеру театра, кино и озвучки Александру Груздеву. Мне наплевать на твои сраные душевные страдания, баранья твоя башка. Уолтер Макгин по прозвищу Монах, его сыграл Брэндон Глисон. Версия его убийства была другой. У него была словесная перепалка, когда Билл подходил к нему в упор и в приступе гнева убивал фирменным топориком. Но приняли такое вот интересное решение с эффектом шокирующей неожиданности для зрителей. Во всех версиях сценария Билл Каттинг погибал, его убивал мстительный Амстердам. Вот только версии были разные, драка между бандами состоялась, как и схватка Билла и Валлана. И лишь тогда, в ходе кровавой схватки, прилетали снаряды и всех и вся разносили. Именно здесь, в удаленной сцене, Ди Каприо перестарался и во время удара по лицу сломал Дэй Льюису нос. Но тот не жаловался и продолжил съемку, сообщив о травме лишь после окончания съемок всех дублей. В итоге приняли решение, израненный коренной американец погибнет в ботафорской пыли под трогательную музыку композитора Ховарда Шора. Слава Богу, я умираю как американец. Для Дэй Льюиса съемки длились с декабря 2000 года по март 2001. Больше съемочных дней было только у Леонардо Ди Каприо. И хотя фильм нежданно рухнул в прокате, основным шоком для студии стал американский кассовый провал, но тем не менее ажиотаж был и серьезный среди критиков и зрителей. У фильма масса номинаций и премий, в том числе и аж 10 номинаций на Оскар, но при этом ни одной жестянки банды так и не получили. Дэй Льюис за роль Каттинга был номинирован на лучшего актера, но в итоге статуэтку получил Эдриан Броуди за роль в фильме «Пианист». Академики продинамили, ну а другие деятели киноискусства выписали награду Дэниелу, в частности, Британская киноакадемия и гильдия актеров. А по версии MTV он был признан лучшим экранным злодеем в том году. Роль, которую и по сей день разбирают на курсах актерского мастерства, приводя в пример будущим актерам. Такое себе наглядное пособие, как надо создавать характерных, эмоциональных и запредельно харизматичных персонажей. Дэй Льюис проделал большую и кропотливую работу по вживанию в образ, выплеснув на экран массу эмоций. В создании столь интересного персонажа, который по сей день входит в число самых узнаваемых криминальных боссов с экрана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова